Писание Определённый период времени я читал Писание, пребывал в таком размышлении над Писанием, и в моей памяти, в моём сознании ярко выражался один очень интересный стих. И я начал о нём размышлять, потом это размышление переросло в изучение, и вылилось это в то слово, которым я хочу с вами поделиться сегодня. Тема, на которую я буду говорить, очень интересная. Ну, во всяком случае, на мой взгляд, я знаю точно, что в этом зале 100% есть один человек, которому эта тема будет интересна. Это моя жена. Почему знаю? Мы с ней дома по этой теме немножко общались. Но это, конечно, шутка. Как я сказал, тема интересная, и она поможет нам проходить наш жизненный путь с целеустремлённостью. Не просто с целеустремлённостью, с целеустремлённостью в небеса. И поможет, и будет мотивировать нас в подражании нашему Господу и Спасителю Ишуа Хамашиаху. И своё послание я хочу начать высказыванием Сократа. «Совершеннейшим из людей можно считать того человека, который стремится к совершенству. Счастливейшим же из людей можно считать того, кто знает, что он уже достигает своей цели». Интересно, не правда ли? И сегодня я хочу поговорить о совершенстве. Моё послание так и называется «На пути к совершенству». И для начала можно с вами немножко пообщаться. Хочу задать вам вопрос. Скажите, кто из вас совершен? Вижу смельчаков. Хорошо, пойдём дальше. Задам тогда ещё один вопрос. Не для смельчаков. А может ли христианин достичь совершенства приземной жизни? О, видите, тут мнения немножечко разделились. И мы видим, два лагеря, два мнения. Не лагеря, у нас лагеря не может быть, но два мнения. Они говорят «Да». Эту категорию можно назвать перфекционистами. Они говорят «Да». Вторая категория говорит «Нет». Они говорят «Не можем». И давайте посмотрим и разберёмся с этим вопросом. всё-таки посмотрим, что же Священное Писание говорит нам по этому поводу. Но прежде я хочу задать вопрос. На основании чего? Вот категория, которая считает, что нельзя достигнуть совершения, совершенства, вы имеете такое мнение. Что является основанием? Почему вы решаете, что вы не можете быть совершенными? Не стесняйтесь. Только Бог совершенен. Но в чём это ваше несовершенство сказывается, как вы думаете? В чём оно выражается? Да, вот говорят... Сейчас мы уточним. Сейчас мы всё уточним. Ну, вот я услышал мнение, говорят, что из-за грехов, из-за того, что мы всё-таки прегрешаем, то мы, естественно, несовершенны. Хорошо. Евангелие от Матвея, Нагорная проповедь. Всем нам хорошо известная Нагорная проповедь, 5 глава, 48 стих. Ешо, после того, как он раскрывает истинное значение Танаха, после того, как он даёт правильное понимание, правильное направление мышления, тем самым подымая планку немножечко выше, чем она была, он говорит следующие слова. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. И вы сейчас как раз и говорили о том, что совершенен только Небесный Отец. Что он призывает учеников быть совершенными. Так что же значит такое? Вот сейчас ответим на вопрос с этой стороны зала. Так что же такое совершенство? Давайте мы посмотрим. Христиане, вот я не знаю почему, но очень боятся этого слова. Вот как-то совершенством у нас не очень. И если мы посмотрим значение слова «совершенный», то увидим такие интересные по поводу его моменты. Вот в словаре Ожогова это полностью, в полной мере полный. У Ефремова это полный, абсолютный, настоящий истинный. Вот такие вот значения. И Ешоа, он призывал учеников быть в полной мере человеком. Он призывал учеников быть настоящим человеком. Каким он был сотворен Богом, сотворен по образу его и подобию. И я уверен, что Ешоа не призывал бы своих учеников к совершенству, если бы заранее знал, что ученики этого совершенства достигнуть не могут. Ну, в принципе, какой смысл призывать к тому, чего человек достигнуть не может? Не только Ешоа так мыслил. Рав Шауль, давайте прочитаем. 1 Коринфянам 2 глава 6-7 стих. Говорил. «Мудрость же мы проповедуем между совершенными. Но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей». Эту же мысль он продолжает в Евреям, 5 главе, и говорит. «Твердая же пища свойственно совершенным, у которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла». И эти местописы показывают, что апостол, он не говорит о каких-то виртуальных людях. Он говорит о реальных людях, у которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла. Он утверждает, что такие люди есть. Хорошо, друзья. Но тут возникает дилемма. Ешо призывает нас к совершенной жизни. И он призывает нас быть совершенными, как совершенен небесный Отец. Мы знаем с вами, что Бог святой. Его природа, сама его природа, она отделена от греха. И мы знаем, что Ешо, когда воплотился в оплот, пришел на эту землю и ходил в облике человека, он был безгрешный. Потому что Бог, Ешо был 100% и Бог, в нем не может быть греха. Просто не может по его природе. Мы же с вами, при великому сожалению, пока пребываем в этой телесной храмине, по-любому согрешаем. Вы согласны с этим? Все мы согрешаем. Это, к сожалению, так происходит. И тот же Раф Шауль, который говорит о совершенстве, он говорит следующие слова в римлянах. «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать онное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю, но живущий во мне грех». И добавляю в 24 стихе. «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти». Так что же получается? Если человек, пока остается в теле, все равно грешит, то о каком совершенстве может идти речь? И когда христиане говорят о совершенстве, то они почему-то думают, что не смогут достичь совершенства именно на основании того, что во время своего земного пути, земного странствования, безгрешным человек быть не может. И давайте посмотрим, так ли это, друзья. Рассматривая внимательно тексты Священного Писания, которые связаны с совершенством, которые говорят о совершенстве, мы можем увидеть, что нигде в Писании совершенство не связывается с грехом или безгрешностью, правильнее сказать. Если мы вернемся к значению совершенной и посмотрим в оригинал, то в нем ничего не говорится о безупречности или о безгрешности. Как мы сказали, говорится о полноте. Конечно, тут можно этот момент рассматривать, но я хочу вам проспоцитировать один стих, который говорит также о полноте. Сегодня о нем уже говорили. Это послание к Ефесянам, 4 глава. Он поставил одних апостолами, другими пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению из святых на дело служения для созидания тела Христова. Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия в мужа совершенного в меру полного возраста Христова. Друзья, таким образом, христианин, он может быть совершенный, будучи не абсолютно свободным от греха. Но тут я хочу подчеркнуть ваше внимание на слово абсолютно. И потому что полную, абсолютную свободу от греха мы обретем с вами в небесах. Только абсолютная свобода от греха будет в небесах сейчас же по мере нашего с вами духовного роста, по мере нашего познания Бога, по времени нашего освящения мы должны с вами, мы просто обязаны освобождаться от греха. Вы согласны с этим, да? Идя путем постоянного освящения, идя путем постоянного искания Божьего лица для достижения святости. Мы к этому стремимся, мы должны к этому стремиться. И почему мы это делаем? Потому что благодаря совершенной жертве Ишуа Мессии, который искупил нас для Бога, как написано, мы освободились от греха и стали рабами Богу. Плод наш, святость, и конец, жизнь вечная. И наша цель, понимая это, должна быть такой стремление, у нас должно быть стремление освободиться от греха. Это очень важно понимать. Говоря о совершенстве, следует отметить, опять-таки, что Писание, говоря о совершенстве, оно не связывает его с грехом. Если почитать даже контекст, оно не говорит о связи с грехом или безгрешностью, но говорит более о связи с духовными плодами нашими. И если мы почитаем, именно плоды Духа должны быть проявлены в верующем человеке. Мы знаем, по плодам их, узнаете их. Все хорошо знают это местописание. И проявление этих плодов во многих случаях показано, как плоды, которые имеют совершенное действие. Опять-таки, Писание. Мы сегодня будем много обращаться в Писание, потому что тема как бы такая интересная, и будем искать утверждения на наши вопросы и ответы в Писании. Послание Якова. Первая глава, второй, четвертый стих. Это, скажу, что послание Якова, это мое одно любимое послание. Я даже первую главу знаю наизусть. Когда-то в одной церкви нас пастырь рекомендовал, нам рекомендовал учить какие-то определенные стихи, нам надавали часть, мы с женой выучили всю главу. Так нам понравилось. И вот написано, что с великой радостью, братья мои, принимайте, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Такие прекрасные слова из уст апостола Якова. И посмотрите, смотря на эти слова, на эти стихи, мы видим и понимаем, что в нашей жизни вообще не может рассматриваться вопрос отсутствия духовных плодов. тут есть часть, которая показывает духовные плоды. И их просто, ну не может быть такого вот в христианской жизни, чтобы этих плодов не было. Если в жизни христианина нет плодов духа, я скажу, что это невозрожденный человек. У христианина обязательно должны быть духовные плоды. По мере веры, по мере нашего духовного роста, эти плоды должны в нас усовершенствоваться. И мы видим, что терпение, о котором говорит апостол Яков, оно непосредственно участвует, оказывается, в нашем спасении. Потому что написано в Евангелии от Луки, терпением ваши, спасайте души ваши. Терпение нам нужно во всех сферах нашей жизни. Если мы хотим чего-то достичь, нам обязательно необходимо это качество. И вы знаете, я люблю наблюдать за своим сыном. Он у меня очень любит собирать конструктор. Лего – это его слабость. И вот я наблюдаю, скажу вам, что уже стал, сам могу стать инструктором по этому вопросу. Очень хорошо разбираюсь в этой теме. Так, наблюдая за ним, я смотрю, как он, если не может чего-то сделать, он пытается притепить какую-то детальку, у него не получается, он сразу бежит к папе. Папа знает, что папа инструктор, и он бежит к папе. И я ему говорю, сынок, надо терпение. Я учу его терпению. Говорю, подожди, попробуй так, сделай так, ну, посиди, подумай, но не спеши, надо потерпеть. И, вы знаете, вот так интересно, когда наблюдаешь за детьми, понимаешь, что сегодня конструктор, он подрастет, будут уроки, и чем дальше, чем дальше, ему надо будет возрасти в этом качестве. Человеку просто необходимо расти в этом качестве. Без этого качества мы не сможем совершить путь нашего спасения. мы не сможем, друзья. Терпение, оно также необходимо для того, чтобы нам проходить испытания, проходить искушения, которые обязательно, они будут присутствовать в нашей жизни. Я не встречал человека на этой земле, который проходит, ну, вот так вот, вообще. Рано или поздно будет испытание, а у верующих людей этих испытаний гораздо больше, чем у людей в миру, друзья. И именно по этой причине терпение, оно должно иметь, как говорит Писание, в нас совершенное действие, чтобы мы были совершены во всей полноте без всякого недостатка. И мы, именно по этой причине, мы с вами к этому стремимся, потому что мы Божьи дети. мы знаем, что мы Божьи дети, чьи имена записаны в книге жизни, и кто должен быть совершенным, кто должен прийти к этому совершенству. Помимо терпения, на которое мы обратили внимание, в прочитанном стихе нам показаны еще два основных направления, в которых Дух Святой вот как раз и указывает на совершенство вот в плодах Духа человека. Это радость и вера. И хотя они являются одними из плодов Духа, но идет какое-то вот особенное на них внимание. И, друзья, я скажу, что это первое, это радость. Прочитаю вам стих из местописания 1 Иоанна, 1 глава. О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, и что осязали руки наши о слове жизни. Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам всю вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вас, чтобы вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его и Иисусом Христом. И сие пишу вам, чтобы радость ваша была совершена. христиане, которые пережили всеоблеменющее действие Божьей любви, которые понимают, что Ишуа совершил ради нашего спасения на Голгофском кресте, которые понимают искупление, которые принимают то, что наша жизнь в вечности с Богом впереди ожидает, те люди обязательно будут иметь в себе радость. И это не просто радость, это радость спасения, радость спасения, которая приобретает совершенное действие от понимания того, что совершил Ишуа, от понимания того, что нас ждет впереди, от понимания того, кто мы в Боге. Друзья, и эта радость, она непонятна людям этого мира зачастую. Я скажу вам, что эта радость не такая, это радость не от толщины твоего кошелька, это радость не от того, что у тебя хороший, может быть, автомобиль, большая квартира, это радость даже не от того, что ты молишься за людей и что-то происходит, это другая радость. С этой радостью первого, ранние христиане умирали за свою веру. С этой радостью во время Второй мировой войны в концлагерях христиане до конца своих дней исповедовали свою веру и служили друг другу. И я хочу прочитать вам, друзья, высказывание одного протестантского пастыря Атитусе Бранцма. Это человек был голландским священником, представителем монашеского ордена кармелитов. Этот человек во время Второй мировой войны он погиб в концлагере Дахау, но который смог не только сохранить вот эту вот совершенную радость своего спасения, но он еще смог делиться этой радостью с окружающими его людьми. Если у вас будет возможность, почитайте историю об этом человеке, очень интересная личность, его назвали потом Блаженный Титус, ему церковь за его страдания дала такой вот Сан Блаженный, Блаженный Титус. И в своих нечеловеческих страданиях он говорил о своих истязателях, говорил, что они тоже дети Господа Бога, может в них еще что-то осталось. И, знаете, Бог ответил на его вот такое сердце. в конце, я бы сказал, это уже он увидел чудо, но, наверное, увидел его с небес, потому что Бог дал ему в конце жизни вот последнее чудо. В этом лагере была одна молодая медсестра. Эта медсестра была непосредственно палачом. Она вводила уколы смерти заключенных. вот она своей рукой действительно вводила эти уколы. Через ее руки прошли тысячи людей, десятки тысяч людей. И, вы знаете, эта женщина, она в перспективе уверовала в Бога. И это произошло через Титуса. Я расскажу вам немножко эту историю. Потом она на канонических процессах говорила, что лицо этого старого священника, вот когда она вводила ему этот укол смерти, лицо этого старого человека, оно навсегда осталось в ее памяти. И она увидела нечто, она нечто, чего никогда не знала, никогда не переживала. Она увидела в его глазах, она потом говорит, что он жалел меня, как жалел Машех. Она когда вводила, он жалел ее. И так вот, я вернусь к высказыванию протестантского пастыря, который говорил, этот пастырь тоже был в Дахау, и он говорил об этом человеке. Следующее. Отцу Бранцма удавалось сохранить рай своего сердца в аду лагеря и распространять вокруг себя мир и радость Христовы. Друзья, это пример совершенной радости. Если мы почитаем его историю, удивительный человек. И насколько в таких стесненных обстоятельствах он мог нести эту радость людям. И у нас должна быть такая же радость. радость спасения, радость совершенная, радость, которая будет видна людям этому миру. Наша радость о том, мы радуемся не о богатстве, ни о чем, мы радуемся о том, что наши имена, они записаны в книге жизни. Мы радуемся о том, что наш Спаситель жив. Мы радуемся о том, что мы будем с Господом в небесах вечности славить Его имя. Друзья, следующим плодом, на который мы достигаем нашего совершенства является вера. Но непростая вера, потому что если я говорю верую, я верую, а ничего не делаю, то это пустые слова. Вера, которая подтверждается нашими делами. Опять-таки, послание Якова, только вторая глава уже. ты веруешь, ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют, и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства? вера Авраама делами она достигла совершенства? Друзья, и мы понимаем призыв Ишуа к совершенству, понимая совершенство нашего небесного отца, должны поступать так, как поступал Ишуа Машиах. Ведь наши благочестивые поступки подтверждают не что иное, как нашу с вами веру. Мы должны прощать, потому что мы прощены. Мы должны прощать с радостью, понимая, что это прекрасный акт высвобождения нашего благочестия. Если мы понимаем прощение Бога, для нас прощение не будет проблемой. Это то, к чему мы призваны. Мы призваны прощать. Аминь. Это так, это истинно, и всегда, когда мы не можем этого сделать, надо вспомнить, что сделал Ешуа ради нас. Друзья, мы должны служить так, как он служил. А как он служил? Посмотрите Евангелие. Он с утра до ночи служил людям, вечером он молился, у него время молиться было только ночью, потому что он был в служении. Он ложил свою душу ради Бога. И мы с вами должны также ложить свою душу ради друг друга, ради Бога, ради Евангелия. К этому нас призывает Господь. Друзья, мы должны верить в исцеление, ну, мы можем с вами верить в исцеление, мы можем верить в освобождение, но если мы не начнем молиться за людей, ничего не произойдет. Мы не увидим тех знамений, которые Бог хочет явить через нас. Нам надо что-то делать. Наша вера не будет верой, потому что вера проявляется в делах. Нам надо быть активными участниками, и я скажу, даже не участниками, а соработниками исполнения Божьего плана. Не пассивными, активными. А соработник это кто? Соработник это тот, кто соработает, кто что-то делает. И мы имеем огромное облако свидетелей, как написано в Писании. Послание к евреям, 11 глава, нам перечисляется целый список свидетельствующих о таких людях, которые делали что-то, которые выражали свою веру определенными поступками. Они не были безгрешны, но нам представлены как примеры. примеры в назидании. И о них написано, что они достигли совершенства. Их вера была живой. Их вера была видной. Она проявлялась в делах. И посмотрите, мы рассмотрели с вами терпение, веру, радость, но среди плодов духа, о которых говорится, что они должны достигнуть совершенного действия есть еще один плод. Это плод любовь. Любовь, которая есть совокупность совершенства. Первая Иоанна, 4 глава. Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога, и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас, и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его есть в нас. В каждом вращенном свыше человеке, друзья, я скажу, что есть эта любовь. Потому что, если человек ее не знает, я думаю, что он не пережил встречи с Машехом. Потому что Писание говорит, что любовь поселилась с Духом Святым в наши сердца. И любовь Божия Духом Святым, она пребывает как раз внутри нас. И я скажу вам, что очень часто люди в той или иной ситуации, пытаются в своем сердце эту любовь отыскать. Вот почему-то пытаются искать любовь, но я бы дал такой один стопроцентный совет, сто процентов работающий. В своем сердце лучше отыскать Бога. Бога, который есть любовь. Потому что Бог источник любви. Мы пытаемся иногда усилием воли каких-то, усилием решений что-то делать, но надо найти Бога. Он есть совершенная любовь. Я вспомню еще раз историю жизни блаженного Титуса Братсма и медсестра, которая была убийцей людей, она рассказывала потом в перспективе, что ее ненавидели. Вы можете себе представить, ее ненавидели все. И за глаза ей говорили гадости, обзывали всячески все. И она говорит, что старый священник обращался с ней с деликатностью и уважением отца. И он говорил ей, она однажды вспоминала, он взял меня за руку и сказал, какая же вы несчастная девушка, я буду молиться о вас. Он имел в своем сердце Бога, который помогал любить своих врагов и молиться за них. Он имел эту совершенную любовь. Любовь этого человека, она была совершенна. Итак, друзья, я скажу вам, что совершенство можно достигнуть, потому что совершенство не означает абсолютную безгрешность, а достигается путем возрастания в плодах духа, что является духовным ростом и достигается путем постоянного освящения. Это очень важное понимание. Человек так устроен, что если мы осознаем, что мы чего-то достигнуть не можем, постепенно у нас охладевает стремление к этому. Это человеческая природа. Если мы понимаем, что нереально, со временем я перестаю к этому стремиться, или другой вариант, я буду занижать планку, потому что человек, по сути, он хочет достигать. Мы хотим делать не ради того, чтобы делать, а для того, чтобы достичь. И вы знаете, в наше время происходит это занижение, бывает иногда Божьих стандартов. И происходит оно несколькими способами. Мы с вами, будучи христианами, мы с вами пребываем в обществе, и мы являемся частью общества, это неопровершимый факт. И культурная среда, она по-любому, хотим мы или не хотим, она все-таки имеет на нас какое-то влияние. Я скажу, по факту, по сути, должно быть по-другому, но происходит все-таки какое-то, в каких-то сферах влияние имеется. И сегодня, если мы посмотрим, общество, оно в большей степени светское. Да? Ну, это так, общество в большей степени светское. Только вот сейчас, после падения железного занавеса, потихоньку вера начинает распространяться. Мы видели пробуждение 90-х, и оно идет, проходит. Но по сути, даже сейчас, мы посмотрим неверующих людей больше. Я имею в виду неверующих, не ходящих в церковь, а истинно верующих людей. И если мы посмотрим пример полтора века назад еще, то общество было, можно сказать, верующее, в большей степени. Люди больше обращались к Богу в разных ситуациях, и такая вот тенденция, она влияет на мировоззрение всего общества, ну, как я сказал, частью которого мы с вами являемся. И вот такие понятия, как развитие научно-технического прогресса, оно также влияет на мировоззрение и христиан, потому что научно-технический прогресс, он удовлетворяет нужды человеческих людей, да, вот к примеру, женщина бесплодна, что раньше, ну, Бог, только Бог может помочь, сейчас, пожалуйста, искусственное оплодотворение, раньше нету дождя, молились все, сейчас йодистое серебро, пожалуйста, и дождь можно вызвать. И скажу, друзья, что такое мышление, оно проникает и в церковь, оно касается церкви, как бы мы этого не хотели, но оно касается и нас. Осознавая возможность решить проблемы всевозможными путями, христиане начинают жить, я бы сказал, такой частичной зависимостью от Бога, что приводит, по сути, к половинчатым стандартам. Еще момент, самоучение церкви также очень важно, потому что церковь, в которой пребывают христиане, оно влияет на формирование мышления, на формирование мировоззрения ее членов. Например, вот церковь может быть ориентирована на евангелизацию, что все силы кидаются вперед, евангелизация, распространение Божьего Царства, но в таком формате может страдать духовный рост лично каждого из ее членов. И мы видим, мы видим, что иногда такое происходит, бывает другая крайность, что церковь может более зацикленно быть на себе, на внутренних взаимоотношениях, на вот как раз росте, вот общение, рост, не понимая, что мы призваны с вами для того, чтобы распространять Божье Царство, что это основная цель церкви. И в такой ситуации в любом случае неправильное понимание цели, оно будет влиять на духовный рост опять-таки членов ее церкви. Но здравая христианская община, здравая христианская церковь, она всегда будет нацелена на то, чтобы исполнять великое поручение Ишуа Хамашехой, неся благовестие в этот мир, и она всегда будет заботиться о духовном росте ее членов, мотивируя, уча тому, что мы должны стремиться к совершенству. Будучи верующими людьми, у нас нет другого пути, как стремиться к совершенству. И хочу сказать вам, что наши стремления должны быть правильными и постоянными. Нам надо до конца понимать, чтобы наши стремления были правильными и постоянными, нам надо понимать до конца концепцию нашего с вами спасения. Потому что именно сознание спасения, которое совершил наш Господь Ишуа-Машех является той главной мотивационной силой, которая движет нас вперед по пути нашего освящения к направлению нашего совершенства. Мы с вами знаем, что мы дети Божьи, мы знаем, что мы искуплены драгоценной ценой его крови, мы знаем, что наши имена, они записаны книги из жизни, что мы оправданы Мессией, что мы спасены Мессией. Да, друзья, это так, это так, но каждый расченый свыше христианин, он знает, что он спасен, это, ну, это просто наше внутреннее свидетельство, и я скажу, иногда это внутреннее свидетельство зашкаливает, потому что я встречал одного человека, который, к примеру, 10 лет ходил в церковь, был членом церкви, 10 лет ходил, так все тихонечко, но все 10 лет употреблял наркотики, и он говорил, я имею откровение от Бога о том, что я спасен, я у меня, ну, я скажу, что у меня большие сомнения, от кого это было откровение, он не слушал, что ему говорили, он так тихонечко, потом узнали это, его начали учить, он никого не слушал, но говорил, я имею глубокое откровение, вы знаете, я скажу вам, друзья, что мы с вами хоть и спасены, но процесс нашего спасения, он еще не закончен, вы знаете, что процесс нашего спасения, он еще не закончен, и если мы посмотрим, то в Писание заглянем внимательно, то увидим, что богословие апостолов, оно как раз говорит об этом, мы спасены, но ожидаем спасения, мы дети Божьи, но ожидаем усыновления, я хочу вам прочитать один очень интересный текст, я скажу, что, друзья, Божий план, он 100% еще не закончился, и понимание нами того, что этот план еще развивается, оно как раз и есть мотивацией в нашей жизни, послание к римлянам, 8 глава, ибо все вводимые Духом Божиим суть Сыны Божии, потому что вы не приняли Духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа усыновления, которым взываем Ава Отче, сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи, а если дети, то и наследники, наследники Божьи, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться, ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас, ибо тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих, потому что тварь покорилась в суете недобровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства, тлению, в свободу славы детей Божьих, ибо знаем, что вся тварь совокупно стинает и мучиться, и не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стинаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. В этом тексте Рав Шоуль показывает развитие Божьего плана. И грехопадение Адама, оно внесло в жизнь человека кардинальные изменения. Мы с вами это знаем. Но благая весть обещает нам освобождение от этого разрушительного последствия. Это освобождение произойдет, когда мы с вами, дети Божьи, войдем в свою славу. В славу, которую предназначил для нас Отец. Что это значит? Мы обретем новые совершенные тела для абсолютной безгрешности. Мы станем как Ишуа, мы станем подобными Ивму, мы станем без греха. И это будет окончательная победа над грехом. Полное наше искупление будет сопровождаться обновлением не только нашего, обновлением всей природы, всего мироздания. И если мы посмотрим в 23 стих этого отрывка, который я с вами прочитал, то увидим интересные вещи. Как я говорил, мы искуплены драгоценной ценой крови Ишуам Ихшеха, но ожидаем полного искупления. Мы дети Божьи. Аминь. Но ожидаем усыновления. Удивительное высказывание апостолов. Уже да, но еще нет. Да? Не правда ли? Уже да, но еще нет. Из этого мы понимаем, что спасение это процесс. Друзья, наше спасение это процесс. Я скажу вам, что такое трепетное ожидание нашего спасения, оно помогает в прохождении испытаний, какими тяжелыми, какими бы непроходимыми они нам не казались. И именно это, оно помогает нам в стремлении к святости. Истинные верующие люди ожидают этого небесного приобрежения. Но это не пассивное ожидание, это ожидание, проявленное в делах. Это ожидание в стремлении к совершенству. Это ожидание с пониманием того, что Ишуа Машеах призывает нас к совершенству небесного Отца. И как я говорил в начале своего послания, Ишуа не призывает нас к тому, чего мы не смогли бы никогда достигнуть. Свой призыв он основывает на знании своей цели. Он знал, он четко понимал, для чего он приходит на эту землю. Он знал свой путь, который ему надо совершить. И на основании этого во время своего земного служения он призывает учеников своих к совершенству. Друзья, я хочу сказать, что он хочет восстановить в человеке все то, что было утеряно в Эдемском саду. Прочитаю вам стих. Когда Ешоа призывал к совершенству, он знал, что на кресте Голгофа он сделает нас совершенными. В послании к евреям написано, «Он же, принеся одну жертву за грехи навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги его будут положены в подножие ног его, ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». Своей жертвой он навсегда сделал совершенными освящаемых. Друзья, мы совершенны, но наше совершенство это процесс, это процесс, который является неотъемлемой частью процесса нашего спасения. Мы совершенны, но должны достигать совершенства. Совершенство, оно должно, просто необходимо быть постоянной нашей целью. Равшауль, человек, которого поистине можно сказать величайшим из христиан, поистине который был совершенным человек. Ну, можно о нем сказать, да, смотря на его жизненный путь, что он достиг совершенства, в конце своего жизненного пути говорил следующие слова. «Говорю так, не потому, что я уже достиг или стал совершенным, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус, братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая оставшиеся позади и простираясь вперед, стремлюсь к почести высшего призвания Божьего в Мессии Иешуа. Итак, кто из вас совершен, тот должен мыслить, так должен мыслить. Если вы о чем иначе мыслите, то это Бог вам откроет. Друзья, мы с вами должны мыслить подобным образом. Наши мысли должны быть такими. Когда мы чего-то достигнем, нам надо забыть это и двигаться вперед. этот путь, это стремление, этот наш путь в Немеса, он должен быть без остановок. Мы не можем остановиться, сказать, я уже чего-то достиг, успокоюсь. Нет, мы должны двигаться вперед. И эти стихи написаны нам не для того, чтобы просто показать жизнь Рафа Шауля. Нет, они написаны нас, чтобы мы, смотря на его жизненный путь, учились от него и жили подобным образом. Подражайте мне, как я Христу, это его слово. Подражайте мне, как я Христу. Если мы дети Божьи, то мы просто обязаны откликнуться на Божий присыв, еще быть совершенными. Дух Святой через Священное Писание показывает нам, что это не что-то недосягаемое. Это реальная цель, которую мы с вами можем достигнуть. Это цель стремления, которое обязательно приведет нас к состоянию, что мы, как дети Божии, будем прославлены вместе с Машехом. Давайте, друзья, всегда помнить, не забывать, всегда помнить, что совершенство можно достигнуть. Но чтобы достигнуть совершенства, к Нему необходимо постоянно стремиться. И сегодня я призываю нас как общину Божию, как детей Божьих, как прекрасную невесту Христову, которая состоит с небезгрешных людей. Мы небезгрешные, но я призываю нас принять решение. Принять решение, стремиться к совершенству. Если ты думал, что твои согрешения никогда не дадут тебе этого достигнуть, то сегодня я говорю тебе, что Ишуах Амшех, он простил твои грехи. И он говорит, ты можешь быть совершенным. Он сделал все, чтобы твой грех был прощен. Обрати свой взор со своего несовершенства на его совершенство. Когда мы смотрим, как совершен наш отец, мы будем к нему стремиться. Когда мы смотрим в себя и говорим, я не такой, я не могу, у меня ничего не получится, смотри на Бога. Он совершенен. Прими решение постоянно стремиться к совершенству, которое достигается путем своего духовного формирования. сегодня сестра Оля говорила о том, что мы сейчас на домашних группах проходим как раз курс духовного формирования. Двери наших домов открыты. Этот курс поможет в достижении совершенства. Приходите, пожалуйста, и давайте мы обратим наши сердца к Богу. К Богу, который есть источник совершенства, который даст нам при нашем желании этого совершенства достигнуть. Давайте встанем для молитвы. Авин в котором мы имеем прощение грехов и искупление кровью его. Бог, мы благодарим Тебя за то, что у нас есть надежда жизни вечной с Тобой в небесах. Господи, и сегодня Боже, я прошу Тебя, чтобы каждый человек на этом месте, он принял решение стремиться к совершенству, стремиться к тому, какой есть Ты. Боже, Ты есть эталон, Боже, того, как надо жить, как надо служить, и мы желаем стремиться и быть подобными Тебе. Помоги нам, Господь, в этом. Помоги нам понимать и не забывать, что путь нашего спасения, он еще идет. Мы спасены, но ожидаем спасения. Боже, помоги нам иметь это понимание, что этот процесс, который мы должны совершить вместе с Тобой, чтобы во дворица во дворах Бога нашего. Помоги, Боже, чтобы наши плоды, они были видны в нас, Господь, чтобы наши плоды, они были явными, чтобы то внутреннее преображение, которое мы получаем посредством освящения, Господи, оно привлекало людей. Господь, мы понимаем, что Ты есть источник всего, мы понимаем, что Ты есть источник совершенства, и мы приступаем к Тебе с открытыми сердцами, говоря, Хинейни, вот я, возьми меня в Свои руки и вложи в мое сердце это стремление к совершенству, чтобы я не смотрел, Боже, на себя, на свою несостоятельность, но смотрел на Тебя, великого и дивного Бога, чье славное царство пребывает во веке. Дух Святой, я прошу Тебя, чтобы Твое действие сейчас происходило в каждом сердце, я прошу, чтобы, Боже, мы устремились к Тебе, всем своем естественном. Благословенно имя Твое, благословенно имя Бога наше, благословен Ты среди своего народа, величаем Тебя, славим Тебя и поклоняемся Тебе. Во имя Ишуа Мессия. Аминь.